Приветствую вас. Во-первых, нужно определить, ну, желательно определить, кого конкретно вы имеете в виду, о ком конкретно идет речь. Потому что все люди очень по-разному реагируют на одни и те же явления. Вот, то есть, имеется в виду, что если, допустим, одному человеку может быть жалко кошку по... по причине того, что, допустим, в детстве этот же человек причинял кошкам ту же боль, допустим, ну, допустим, допустим, ту же боль, вот, то другому человеку может быть жалко тех же кошек только по той простой причине, что людей такой человек, к примеру, ну, просто боится. Просто боится, опасается, там, и так далее. Вот. Может ли, может ли такое быть? Да, вполне. Поэтому, вот, говорить о том, что, почему всем людям жалко кошек и не жалко людей, ну, мне кажется, не совсем адекватно. Не совсем адекватная эта позиция. Ну, вот, как бы, да, с точки зрения такого, ну, с профессиональной такой точки зрения. Вот. А зачастую, зачастую, или как правило, подобная позиция связана с тем, что люди для тех, кто жалеет кошечек, представляют куда больше угрозу, чем сами кошечки. Кошечки. Сами кошки. И, соответственно, если есть угроза какая-то для людей, если есть какая-то угроза, то, естественно, эта угроза, она является нежелательной для людей. И, соответственно, являясь нежелательной, люди ее избегают. А поскольку у каждого из нас есть некая потребность, ну, допустим, в том, чтобы чувствовать себя, там, любимыми и желанными, поскольку у каждого из нас есть потребность в том, чтобы проявлять теплые чувства, то это делается к наиболее близким живым существам, которые кажутся красивыми. Вот. Которые просто кажутся красивыми. По той или иной причине. Вот. Красивыми там, умилительными, ну, прочее, прочее, прочее. Вот. И все, по сути. И все. И никаких других оснований здесь нет. То есть для людей просто более предпочтительно, вот, взаимодействовать с живыми существами на таком, ну, скажем, скажем, безопасном для себя уровне. На безопасных для себя условиях просто. Вот и все. Вот и весь, как бы, секрет. Никакого больше секрета здесь нет. Но еще раз хочу, чтобы вы понимали, что каждый, каждый, вот, каждый человек, каждый человек, он уникальный. И у него есть уникальная мотивация делать то, что он делает. Понимаете? Какая штука. Уникальная абсолютно мотивация делать то, что он делает. Поэтому, я думаю, что найти ответ для всех людей, это было, ну, это не представляется сколько-нибудь возможным и адекватным. найти ответ именно для всех людей, чтобы понять, ну, чтобы понять для всех людей. Вот, каждого конкретного человека нужно, как бы, исследовать, да, нужно изучать, если мы хотим понять, почему он, вот, так относится к кошкам и так относится к людям. У этого должны быть причины. И причины у этого, как правило, есть. Такие вот дела. В, например, психоанализе отвечают на этот вопрос достаточно просто. Сублимация. То есть, животные для психоаналитиков являются сублимационными средствами. То есть, что это означает, да? Что это значит? Это значит, по факту, что люди проявляют теплые чувства к животным преувеличенно. Тогда, тогда, когда им больше, ну, не на кого направить свои эмоции, свои, свою энергию, энергию, вот, ну и так далее. Потом понимаете, вот, сублимация. Ну, правда, сейчас, ээээ, сейчас, эээ, психоанализ, эээ не совсем, так сказать, является ассоритетом. Вот, да и я считаю, что говорить о том, что это прямо вот всегда следствие сублимации очень объединяюще для другого человека, ну, для других людей. Так что, такая вот ссора, такой момент. Это то, что я могу вам ответить. На этом всё. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго. Удачи, мы надеемся, что та проблема, которая у вас есть, она разрешится. Спасибо. Спасибо.